Стрей подарил мне много смешанных чувств. С одной стороны, это прекрасный симулятор кота в далёком будущем, будущем, будущем. А с другой, средняя сюжетная линия и типичные квесты. Для меня однозначно первая часть весов перевешивает, и я могу поставить твёрдую семёрку в этой игре. Не поёбнута система из метакритики GD6, это кал, который даже смотреть не стоит, а по адекватной шкале GD5 это середина. Играя за кота, я реально кайфовал от управления на геймпаде, и мне реально понравился паркур из Ассасина, так как игра далеко не про какую-либо сложность, а аккуратно прыгать это уже вызывает сложности у казуального игрока, так что для лёгкой истории подойдёт именно такой подход, он будет здесь предпочтительней. Кстати, к сожалению, мои железки не увозят высокие, поэтому вам придётся наслаждаться вот этим. Погружение у игры на самом деле на хорошем уровне, так как время пролетело быстро, а игра проходится около пяти часов, и я получил наслаждение, управляя животным. Правда, часто музыка не лаконична и выбивается из мира игры, так как в ненужных моментах она напряжённая, моменты, когда это совсем не нужно. Например, в диалогах, а в целом она приятная. Не сказать, что я запомнил лосс, нежели в Холлунайте или Гиперлайф Дрифтере, например, но тоже достойная для фона. Оценить качество графики тогда я не смогу, но на низких реально выглядит достойно, хотя у меня к этому требования минимальные, я прошёл Зильду и получил реальный кайф, парни. Про квестовую составляющую говорить по сути нечего. Тебя просят принести что-то, кому-то, потом пойти в новую локацию и сделать там то же самое. Не вдохновляет, в общем, ну и не напрягает. Не чувствуется какое-то давление с этой стороны, как будто бы это душно как-то или в этом роде. Ты просто ходишь от точки А, точки Б, приносишь людям предметы, да, и в принципе игра сама проходится. Что касается сеттинга и самого мира, тут у меня есть много чего рассказать. Пойдём по порядку, со дна, так сказать, до верхов. Начало игры пропущу, так как там нет ничего интересного, в принципе, для меня. Разве что забавно, как кот заризывает рану и уходит как ни в чём не бывало. Как после одетого рюкзука он пригибается и так далее. Но странно, что в начале единственная работающая клавиатура. Ну, хотя будет ещё одна, но она не такая уж и полная, так сказать, понимаете. Кстати, в игре вообще много одних и тех же вещей и объектов, которые сначала работают, а потом нет. На самом деле это выглядит странно, потому что даже, допустим, не убегая из урков, да, в обычном мире я вижу какой-то предмет, допустим, тот же самый кондиционер, который у меня обычно работает, на который я обычно могу запрыгнуть. Но сейчас я подхожу к нему и не могу. Я уже найти не смогу, потому что я не помню точно, на какой локации это было, но это 100% было. Это мне запомнилось в памяти сильно. И такой кондиционер не один. Там есть разные объекты, на которые ты не можешь запрыгнуть, потому что, ну, просто тебе не дают разработчик. Хотя на точно такие же объекты в других местах запрыгнуть ты, в принципе, можешь без проблем. В первом поселении мне встречаются пропащие люди, у которых более развитый интеллект, как мне показалось, чем у роботов с верхних этажей. Просто говоря с ними, я слышу более осознанные предложения, чем у роботов сверху. Думаю, это связано с опасностью, в которой они живут, так как снизу живёт больше зурков, которые могут их съесть. Хотя спорный аргумент, на втором зурки тоже есть частично. Можно заметить, что многие роботы повторяют за людьми, пытаются себя вести, также подражать им. Но на самом деле это просто что-то вроде дань моды. Но если это предположение для вас показалось неверным, тогда я даже не знаю, как это аргументировать. Но факт остаётся фактом. Чем выше я поднимаюсь, тем тупее роботов я вижу. Грубо говоря, на первом этаже они какие-то интересные могут предложения сделать, да, более-менее пообщаться с тобой нормально. Но когда ты поднимаешься уже на второй уровень, там они уже более запрограммированы. Это видишь, когда, допустим, говоришь с каким-то старожилой, полицейским, да, или теми же самыми танцовщицами, танцорами, танцорами, да. И поднимаясь на самый верх, именно вот под конец игры уже, да, когда у тебя М5 до конца остаётся, ты видишь там прям чистенькие дороги, чистенькие пути, да, вот подъём, лестница. Всё красиво, да, как с иголочки. И роботы тоже, в принципе, не разбиты, никак не повреждены. Вот обычные роботы, да, и они ведут себя максимально как роботы. То есть у них нет никакой минимальной души, минимального сознания. Всё это отсутствует полностью. То есть, поэтому я думаю, что чем ниже живёт робот, да, возможно, это работает и как в Детройде, потому что там же были ревенанты, по-моему, или как они назывались. Но неважно. То есть роботы, у которых прошивка слетала, и они начали делать то, что хотели. Вот, может быть, здесь такое же дерьмо происходило на нижнем уровне. У них вот эта блокировка слетает намного чаще, да, и есть большая вероятность, потому что они живут в ужасных условиях по сравнению с роботами сверху, которым вообще не нужно ни о чём переживать. Из этого можно сделать вывод, что чем более обеспеченная жизнь у роботов, тем менее осознанными они и становятся. Также насчёт осознанности можно поспорить, так как на всех этажах роботы одинаково странно себя ведут в том плане, что большинство недовольны чем-то в своих жизнях, да, но абсолютно ничего не делают и даже не пытаются. И да, я понимаю, что те, кто пытались, они уже ушли, скорее всего, или умерли, да, но если бы они реально ушли, возможно, кто-то бы не выжил. Но я не думаю, что именно всех бы загрызли зурки. Кто-то бы всё равно смог добраться выше, а я имею в виду почти до самого верха, выбраться уже оттуда. Но раз это не произошло за такое огромное количество времени, то вот тех роботов, которых нам показали, то есть сколько их, я не помню, 3-4, вот только они пытались что-то сделать, получается. А остальные всё время просто сидели, ну и балду пинали, они просто сидят, ничего не делают, не подходишь с диалогом, они говорят, ммм, как здесь плохо, мне здесь так не нравится, но наверх я не пойду, потому что мне страшно, поэтому я буду сидеть здесь и ныть, ну просто сидеть. Почему нет, мне, в принципе, не нравится, но у меня выбора нету. Там же страшно, там же зурки меня съедят, но я лучше просто посижу здесь, вот, лет тысячи-две, ну типа по фану, прикольно, сижу, типа, ну и вообще круто. Ну вот такая каждый раз хуня. Некоторые роботы, кстати, забавно не дождались лифта, да, то есть некоторые сидят до сих пор снизу, надеются, что кто-то включит лифт, таких есть парочку. Некоторые уже выключились из-за того, что они так долго уже ждут, понимаете. Вот, ну у этого тоже есть смысл, понимаешь, они хотя бы надеются, да, томят надежду, чтобы что-то произошло. Понятно, что сами они тоже ничего не делают, но они хотя бы верят в это, да, они те, которые просто сидят и унывают, что ну вот здесь жизнь дерьмо реально. А более высшие этажи просто живут, я даже не помню каких-то таких фраз, чтобы они как-то зацепили меня, там просто были более роботизированные, знаете, роботы. Я об этом уже рассказывал. И знаете, вот это вот бездействие роботов, оно способствует погружению как ничто другое, потому что, ты знаете, что-то близкое, что-то приятное, то, что ты видишь как бы каждый день, и это не может не радовать тебя, когда ты играешь в эту игру, по крайней мере, со мной было так. Или, допустим, вот робот, да, вначале сидит в ресторанчике, считает газету, которая... Сколько летом давности она была? Несколько лет. Ей несколько лет было. Но это хоть что-то, да, он говорит. Но, понимаете, если подняться немного выше, там на втором ярусе домов, да, то есть на крышах домов, есть огромная библиотека. Ну, плюс-минус огромная. Понятное дело, что это он прочитает, ну, допустим, за год, да, но всё равно, по-моему, это немного интереснее и познавательнее, чем эта газета, которая, ну, юзлос. Тем более, перечитывая книги, хотя это робот, я не думал, что у него память так же, как люди, работает, да. Кстати, забавно, что у него гэты на ногах. Мне это понравилось. И всё это у меня вызывает одновременно как и грусть, так и отвращение.